А пока идем дальше, Госдума хочет изолировать Россию от мировой сети. Сами инициаторы аккуратно называют законопроект законом об устойчивости интернета. Но его уже многие считают крупнейшим в истории России актом цензуры. Он уже принят в первом чтении, что не на шутку обеспокоила общественность. В вопросе подробно разбирался сегодня Денис Денисов, он сейчас в студии. Денис, ну расскажи, что за законопроект, в чем его суть? Ну, суть заключается в том, что законотворцы по какой-то причине испугались, что США в любой момент может отключить Россию от мировой сети. Многие эксперты уже высказались по поводу того, что это технически, скорее всего, невозможно. Да и в истории не было подобных случаев. Но на всякий случай, неплохо бы выстроить вокруг России цифровой, но все-таки железный занавес при помощи пока что еще не существующих устройств, через которые будет просматриваться, следовательно, и контролироваться весь входящий и выходящий трафик. И в случае чего его можно просто обрубить. Бюджет заплатит за это как минимум, подчеркиваю, минимум 20 миллиардов рублей. И при помощи этих устройств Россия сама может себя от всех отключить. Ну, на тот случай, чтобы этого не сделали американцы, судя по всему. Многие уже сравнивают инициативу с великим китайским фейерволом, но почему-то игнорируют тот факт, что у китайцев уже существуют аналоги всех мировых сервисов, многие из которых гораздо эффективнее западных аналогов. У России пока есть только свой поисковик, который нравится далеко не всем. И вот что по этому поводу думает красноярский депутат Константин Сенченко, который неоднократно бывал в Китае. В Китае это все покрывается экономическим ростом, поэтому люди готовы терпеть. И туристы готовы терпеть, и бизнесмены готовы терпеть. У нас ситуация какая? У нас экономического роста нет, у нас идет экономическая депрессия. И одновременно с этим запрещать приложения, сайты, ограничить интернет. Но это, мне кажется, совершенно не время и не к месту. Ну, если верить нашим соотечественникам, которые сейчас живут в Китае, то там тоже все не так уж и радужно. Так, например, цифровая связь со всем остальным миром сейчас там настолько плохая, что даже для того, чтобы записать небольшое сообщение от Татьяны Ломаевой, бывшей красноярской, ныне живущей в Китае, нам потребовалось несколько часов. Но, к счастью, все получилось, и предлагаю послушать ее небольшой рассказ. Что касается выхода на сторонние сайты, сторонние соцсети, то мы используем VPN, прокси-серверы. Это может быть платный ресурс, может быть бесплатный. Да, это дополнительные хлопоты, надо зайти в какие-то программы, они не всегда стабильно работают. Против этой, мягко говоря, сомнительной инициативы выступила партия КПРФ, а также ЛДПР. Кроме депутата Лугового, который числится одним из инициаторов этого законопроекта, остальными же членами партии констатируется, что этот закон лишен здравого смысла и, скорее всего, нанесет больше вреда, чем пользы. По этому поводу мы пообщались с депутатом Государственной Думы Сергеем Натаровым. Предлагаю, что послушайте. Этот закон никакого отношения, и все эксперты это в один голос говорят, о безопасности в России не имеет. По оценкам экспертов, понадобится порядка 150 миллиардов рублей. Ну, думаю, для России сегодня есть куда потратить деньги. Ну и самая главная опасность этого закона, это то, что, по сути, он развязывает руки власти для блокировки всех неугодных ресурсов. И, по сути, является мощнейшим инструментом прямой цензуры, зачистки информационного поля, ну и инструментом подавления даже малейших неугодных гражданских инициатив. Утверждается, конечно, что власти так делать не собираются, но вот опрос Левады-центра последний показал, что люди с каждым годом все меньше власти и чиновникам верят. А в заключении хочется привести небольшой эпизод с заседания Госдумы, выступление Александра Шерина, который, на мой взгляд, очень наглядно проиллюстрировал одно из возможных будущих России, если она пойдет по этому пути. Давайте посмотрим. Я хотел вам напомнить, что вот в детстве мы играли вот такие вот телефоны. Вот такая самая безопасная система связи была. Я хотел авторам законопроекта это подарить. Но, когда я посмотрел, какие законопроекты в нашей стране принимаются, то я понял, что в перспективе, наверное, нам всем это все пригодится. Почему? Потому что, скорее всего, в России останется человек 100, которые будут иметь право общаться по сотовым телефонам и через интернет. Ну, к этому, на мой взгляд, трудно что-то еще добавить. И скажи, вот сам честно веришь вообще в то, что будет такая цифровая блокада у нас? Скажем так, мне очень страшно, и это вполне вероятно, но не стоит забывать о том, что наша власть не всегда умеет в борьбу с технологиями. Стоит вспомнить недавнюю войну Роскомнадзора и Телеграма, которая закончилась сокрушительной победой Телеграма над Роскомнадзором. Будем смотреть, что будет дальше. Спасибо, Денис. Это был Денис Денисов, наш корреспондент о скандальном законопроекте об изоляции российского интернета.